zte leo m1 аппарат который в первую очередь интересен соотношением цена-качество аппарат который стоит по данным яндекс маркета чуть больше 5000 рублей по сути 5000 рублей при этом обладает весьма и весьма неплохими характеристиками ну вот давайте по-быстрому подбежимся по характеристикам четырех ядерный процессор mtk работающий на частоте 1 2 гигагерца работает на 421 на андроиде дисплей 4 и 5 небольшое разрешение но и ps матрица я сейчас покажу как это выглядит очень даже неплохо 5 мегапиксельная камера с автофокусом и 1 мегапиксельная фронтальная оперативная память 1 гигабайт объем встроенной 4 гигабайта плюс micro sd на 32 вот размеры перед вами вес 158 аккумулятор не очень мощный 1850 миллиампер часов но среднем его хватает при такой средней нагрузки на 67 часов то есть заряжать в течение дня его придется но с другой стороны а что вы хотите от аппарата за 5000 рублей с очень неплохими при этом характеристиками в частности с четырех ядерным процессором ну вот такие характеристики сейчас предлагаю собственно рассмотреть сам аппарат и комплект поставки комплект поставки крайне простой сейчас первую очередь разберемся с ним микро юсби юсби даже доставать не буду самые простенькие наушнички с одной единственной кнопкой для ответа и крайне простая вот такая с хвостиком зарядка на пожалуй не разберусь насколько но на мало типа на 750 наверное да нет даже на 200 миллиампер ну в общем крайне слабенькая зарядка зарядку лучше использовать какой нибудь другую она заряжать будет аппарат значительно быстрее но вообще к этому аппарату я крайне рекомендую завести какой-нибудь какой-нибудь мобильное зарядное устройство например тоже там nokia dc18 она окажется весьма и весьма кстати вот так вот выглядит аппарат вспышка камера на 5 мегапикселей покрытие задней крышки такой soft touch не марка достаточно приятная на ощупь открывается здесь вот есть специальная выемка таким вот образом открывается две сим карты полноразмерные вот собственно аккумулятор на тысячу восемьсот пятьдесят миллиампер часов слот для micro sd карта 32 гигабайт вот пожалуй и все внутрь внутренности закрываем аппарат по боковым граням слева достаточно удобно находится утопленная качелька регулировки громкости сверху 35 миллиметровый разъем для наушников справа под большим пальцем расположен давайте заодно им воспользуемся расположена кнопка включения-выключения нашей блокировки экрана внизу отверстие для микрофона и разъем micro usb для подзарядки и коммутации с компьютером на передней панели три кнопки назад домой и кнопка сенсорная кнопка контекстного меню ну вот аппарат загружается по сути тут стоковый android с небольшими нововведениями от компании zte непринципиальными совершенно ну вот по поводу дисплея до разрешения для 4 5 дюймового дисплея скажем так но если не маленькая то оптимально критическое 480 на 800 но при этом сам дисплей очень и очень неплох вот смотрите на углы обзора они как и водится у и ps матриц очень хороши поэтому пользоваться таким дисплеем на мой взгляд без проблем вообще вообще android достаточно неплохо тут оптимизирован я попользовался какое-то время назад этим аппаратом несколько дней могу сказать что все очень быстро и комфортно во всяком случае случае не конечно не так быстро как на snapdragon 800 но если не играть в игрушки если пользоваться смартфоном для звонков чатов переписки в меру для браузинга то абсолютно приемлемый вариант это по поводу громкости динамика в общем такой на самом деле по всем показателям достаточно крепкий середнячок по очень и очень бюджетные цене для сравнения вот недавно выпущенная nokia x которые по аппаратным возможностям ну скажем так находится на уровень ниже чем zte м1 leo m1 стоит те же 5000 в zte leo m1 четырехъядерный процессор в nokia x двухъядерный и с меньшей частотой здесь гиг оперативки в nokia x 512 мегабайт оперативки в nokia x камера 3 мегапиксельная без вспышки без автофокуса здесь камера 5 мегапиксельная со вспышкой с автофокусом в общем если при этом ну по внешнему виду по дизайну абсолютно никаких нареканий по сборке все то же самое совершенно нормальные хороший телефон смартфон с очень хорошим дисплеем покрытым защитным стеклом и даже каким-никаким все-таки олеофобным покрытием конечно отпечатки на этом стекле остаются но не так сильно как на том же nokia x к слову говоря в общем на самом деле в этом сегменте ценовом сегменте могу однозначно рекомендовать эту модель мне кажется что она крайне удачно ну вот если брать показатели бенчмарка то антуту выдал 13 1809 очков и расположил зато еле о м1 между samsung galaxy s2 и google nexus 4 то есть в принципе google nexus 4 ну понятно все таки nexus но стоит он сейчас чуть больше 10000 samsung galaxy s2 честно говоря не знаю сколько стоит но думаю что не 5000 хотя может и 5 не знаю но своих 5000 этот аппарат стоит абсолютно честно поэтому всячески могу его рекомендовать ну вот пожалуй все особо больше ничего не расскажешь просто очень неплохой честный крепкий середнячок за честные абсолютно рыночные деньги пожалуй все спасибо